Девизом вятского купечества А накопление денег ради усиления российского государства и благотворительности И вот как раз семья Клобуковых представляет один из ярчайших примеров именно вот такого самоотвержения Род Клобуковых восходит к 18 веку И основателем династии купцов, именно вятских коренных купцов был Петр Васильевич Клобуков Родившийся в 1812 году и в 1840 году выкупивший кубеческое свидетельство Но по тем временам это было в общем-то большим достоянием Потому что во всем городе насчитывалось 30-40 купеческих фамилий И даже если сравнивать с более поздним временем То например Булычевы, Кордаковы, Сениловы Эти купцы появляются только в 60-х, 70-х, 80-х годах 19 века Ну давайте теперь с точки зрения бизнеса поговорим о Клобуковых Бизнес, как сейчас модно говорить, но на самом деле торговля Купца Клобукова была довольно широкой Именно купеческий сын Павел Петрович впервые начинает строить торговые ряды Напротив Спасского собора И тогда это называлось Нижняя торговая площадь Первоначально это были каменные лавки в один этаж В основном торговали тканями Но кстати это давало и приличный оборот и приличную прибыль Продавалось в магазине более 700 видов тканей И любой покупатель мог, допустим, приобрести для себя товар, который был ему по карману Там был и ситчик за 3-5 копеек за метр Но там были, допустим, и дорогие китайские материалы Болгарского производства, французского, немецкого Которые могли стоить, допустим, и до 150 рублей за метр Его сын Петр Павлович именно создал первый крупный универсальный магазин Который соответствовал международным образцам Туда были приглашены братья Сунцовы для торговли на первом этаже хозяйственными товарами И еще несколько мелких купцов, торговавшие бокалей, винами, чаем, сахаром Ну и третий этаж, самый высокий, занимал как раз Петр Павлович Здесь был магазин, ткань, где находилась и пошивочная мастерская И пользовалась она успехом, эта мастерская, вот своей какой-то домашней обстановкой И самое главное тем, что качество было отменное Здесь есть и счета этого магазина Покупали порой очень много, ну например, вот Дан Шишкину, Дмитрию Яковлевичу На том, что куплены товары на 101 рубль 96 копеек Ну в современном исчислении это получается что-то около 2 миллионов Вот такой скромный, скромная покупка такая Но не все, конечно, такие были состоятельные покупатели Но для каждого покупателя приказчик должен был вежливо улыбаться К каждому покупателю должен был быть подход Иначе просто его увольняли Ну на самые, конечно, должности, связанные с бухгалтерским отчетом Приглашались свои люди Ну и вот сам Петр Павлович начинал с мальчишки, то есть с побегушек Ну вот когда возникла необходимость именно становиться кассиром или бухгалтером Эта честь была доверена только ему Он имел прекрасное бухгалтерское образование И стажировался и в Оскокамском коммерческом банке И в городском общественном банке То есть вот эти его таланты были, конечно же, оценены потом и покупателями Оборот резко возрос Ну буквально, если в 1901 году, когда он начинал только торговлю Оборот составлял около 20 тысяч рублей у него в магазине То постепенно он наращивается до 100 тысяч А к 2014 году, то есть всего за 14 лет, оборот вырос до 400 тысяч рублей в год То есть, представляете себе, это в 20 раз за 14 лет Он крестил детей, приказчиков Они приходили к нему в гости, но и сами приглашали его Вот, например, в честь 25-летней беспорочной службы В 1909 году один из старейших приказчиков Михаил Константинович Отрыганев Пригласил Петра Павловича к себе на юбилей своей службы И даже фраза, что прошу по русскому обычаю Отметить этот праздник хлебом с солью Говорит о том, что отношения были очень и очень дружественны Ну и кроме того, он сам по себе был человек неординарный Потому что его интересы были самыми разносторонними Достаточно сказать, что он был членом атлетического клуба С 1901 года он является вице-командором Вятского яхт-клуба Ну а затем он воспринял и должности отца Это и гласный городской думы И даже был членом выборной комиссии, что ли, от купеческой курии В 1907 году в Государственную думу Такой неординарный человек, разумеется, взял в жены Девушку довольно самоотверженную, как показала дальнейшая история Это была дочь управляющего, уже покойного в то время Воско-Камского коммерческого банка Абрамова Зинаида Дмитриевна Девушки отдыхают У меня как-то не складывается образ Купчихи Ну, образ Купчихи и Зинаида Дмитриевна Клубуковой Кстати, она была первой красавицей вятки Первая красавица вятки И причем вот у нее красота не только была внешняя Но красота была и внутренняя Ну, а красавица, наверное, почему? В какой-то степени и Петр Павлович Клубуков давал ей возможность быть такой красивой В 1907 году, когда они поженились, они поехали в Париж Они были в Лондоне, во Франции И, естественно, он ей покупал самые дорогие наряды Он ей покупал самые дорогие украшения И они ходили по лучшим музеям Парижа, Лондона Но в Париже она встречается с Арансоном А Арансон – это скульптор такого мирового значения Брат его жил в вятке Был зубным врачом, по-моему И Арансон дает уроки ей в Париже Он знакомит практически ее с шедеврами мировой культуры, мирового искусства И вообще нужно сказать, что Арансон первый открыл в ней возможности Вот скульптурные возможности увидел в ней И муж Петр Павлович Клубуков, он это понимает Он ей дает возможность как бы обрести себя, найти себя в творчестве Вот здесь письмо, где она как раз Пишет она Надежде Крупской Надежде Константиновне Крупской И вот здесь есть просто фрагменты, которые связаны с Петром Павловичем Клубуковым Где, вы знаете, она его называет Третьяковым и Мамонтовым И она говорит о том, что он мог То есть сравнивать Да, да, она его сравнивает Даже не то, что сравнивает Она его называет Вятским, Третьяковым и Мамонтовым Которым мог пожертвовать все И даже разориться ради искусства Разница у них была 20 лет Он ее на 20 лет был старше Судьба его сложилась, я так думаю, что очень печально И вообще вот судьба этой семьи Клубуковых В 1917 году они расстались В 1923 году она уезжает из Вятки в Москву Она делает очень много портретов И за портрет Туполева, это во-первых А во-вторых, она была, конечно, ее оклеветали И в 1937 году вдруг ей приходит повестка Вот как рассказывает ее сын Это были очень тяжелые минуты переживания Поскольку когда пришла повестка, она не поверила Как, в общем-то, это многие испытывали в тот момент Она не поверила, она думала, что это просто случайность Она думала, что это ненадолго Это было в сентябре Она одела кофточку Как вспоминает сын, было очень тепло И одела босонушки И вот в этих босонушках и в кофточке Она отправилась в Сибирь И вот в одном из писем мы читаем То, что в лагере она открывает керамическую мастерскую И в керамической мастерской Она делает росписи по вазам И пишет, как бы удивился Виктор Михайлович Васнецов Если бы он узнал, что я пишу сказочные темы Два года она была в лагере Приехала она в Москву И, конечно, уже не было и моральных сил Не было и физических сил Чтобы снова приступить работать Вот на том же подъеме, как это было раньше Но, тем не менее, у нее была мастерская Маленькая мастерская Где жил и сын с семьей И она, и внуки жили И она пыталась хотя бы что-то делать Она пыталась работать творчески И, наверное, самое главное Большое дело в конце жизни ее Это музей Анны Сергеевны Голубкиной Ну, почему, наверное, Анны Сергеевны Голубкиной? Дело в том, что Анна Сергеевна Голубкина Была учителем Зинаиды Дмитриевны И вот эта скульптура Как раз принадлежит Анне Сергеевне Голубкиной Она ее делала в 13-м году Когда Зинаиде Дмитриевне было всего 24 года Она называла ее Вятской Малиновкой Потому что ей было очень уютно В обществе Зинаиды Дмитриевны Голубковой И вот здесь мы действительно видим Прекрасное в простом Здесь есть и сила в этой скульптуре Есть и некая нежность Здесь есть и физическая, и духовная красота Это настоящий антик В 1919 году Зинаиде Дмитриевна Подарила эту скульптуру нашему музею И еще она дарит одну вазу Она находится вот здесь Это ваза туманы Зинаиде Дмитриевны Голубкиной Зинаида Дмитриевна Здесь следует сказать о том Что для страны и для города Она сделала немало Прежде всего в области организации госпиталей В 1914-1915 году Не случайно среди всего лишь Пяти купеческих жен Она была удостоена Знака общества Красного Креста Это по тем временам очень редкий знак Кроме того, она привозила на вазах Товары и различные съестные припасы Прямо к санитарным поездам И отвозила раненых, которые предназначались для Виатских госпиталей Кто вам кажется интересен, значительнее? Нет, ну интереснее, значительнее для города Разумеется, отец Потому что он же построил все это И телефон впервые в 1894 году Один из первых в городе провел И многое другое Но у сына судьба, конечно, намного сложнее, да? Да, у сына, конечно, намного сложнее Судьба, потому что он Умер не на своей земле Он неизвестно Его место захоронения Неизвестна его судьба в последние годы жизни И сохранились лишь легендарные сведения о том Что где-то на Кубанской земле В одной из станиц Неприметный совершенно бухгалтер Бывший вятский купец Почетный, потомственный почетный гражданин Клобуков скончался Но, наверное, такая судьба и не снилась И не его отцу, и не ему самому Вот по свидетельству современников По своему складу походил И на своего деда, и на своего отца Это был спокойный, уравновешенный человек Также много жертвовавший для города Он был членом Вятского художественного кружка И, кроме того, он Очень много жертвовал художникам Которые посылались для обучения В Академию художеств, например Кроме того, он состоял Членом правления городского общества Воспомоществования студентам Обучающимся в высших учебных заведениях То есть он понимал, что без образованных людей Невозможен прогресс А он был именно человеком уже прогресса То есть он немножко даже превзошел своего отца Родственники вспоминают, что дом был небольшой Но он был очень уютный, очень светлый И был красивый липовый парк Где они любили гулять, особенно летом И специально Клобуков строит в этом доме мастерскую С первых шагов Вот их замужеской, такой супружеской, вернее, жизни Клобукова начинает заниматься меценатством В отчете художественного кружка мы читаем Комната была заранее отремонтирована И обставлена мебелью за счет товарища председателя правления Зинаиды Дмитриевны Клобуковой То есть какая комната? Это та комната, где впервые открылась экспозиция музея Но Зинаида Дмитриевна пожертвовала для музея Несколько миниатюр и статуэтку из слоновой кости Из своей собственной коллекции И там же в отчете кружка мы читаем До революции музей переживал нужды и печали И не раз он уже совсем погибал Нечем было платить за помещение дрова служителю И местный скульптор Клобукова, ученица Анна Семеновна Голубкина Выручала музей своими средствами Естественно, здесь мы будем говорить Что это прежде всего средства Петра Павловича Клобукова И вот наконец в 1919 году Вот в этом доме Зинаида Дмитриевна Открывает не только музейную Вернее, не только скульптурную мастерскую Но и такой, я сказала, наверное Своеобразный художественно-литературный салон Здесь музицировали Здесь говорили о живописи И причем это был своеобразный такой культурный центр, наверное, в Вятке Почему, допустим, и родственники говорят Что семья Клобукова всегда была на виду Зинаида Дмитриевна, если опять я буду сравнивать Ее с женщинами-меценатками Морозовой и Тенишевой Занималась еще и просветительской работой Допустим, Тенишева открывает Художественно-промышленные мастерские в Талашкино А Зинаида Дмитриевна открывает Художественные промышленные мастерские у нас в Вятке Но она была одним из организаторов Художественно-промышленных мастерских И ей пришлось очень трудно В том плане, что мастерские Вначале хотели открыть только промышленные И вот она ездит, неоднократно ездила в Москву И добилась, чтобы не только промышленные мастерские Но мастерские живописные Мастерские скульптурные И декоративно-прикладные мастерские И дальше, вот совершенно, наверное, удивительный, но в то же время факт во времени, она ездит в вятские деревни и изучает народное искусство. И она пытается увидеть черты национального в народном, что делала, допустим, Тенишеву у себя в Талашкино. И, может быть, трагичность этих женщин была, да, с одной стороны, это неразделенная любовь, с другой стороны, это, может быть, неполная самореализация себя в искусстве и, конечно, безусловно, в семье. Но, тем не менее, они были меценатами. И вот сколько я читала книг последних и смотрела фильмы, в основном говорят только о меценатах, мужчинах-купцах. А вот это три женщины-меценаты. А вот ещё, наверное, в чём близость этих женщин, они были красавицы. И совершенно опять... У Купцов был вкус, да? Да, вот красивые они были и внешне, красивые они были и внутренне. И поэтому, наверное, опять не случайно, допустим, Тенишеву пишет, портрет Тенишевой пишет Серов, пишет Врубель, Репин. И скульптурный портрет Тенишевой делает Павла Петровича Трубецкой. Если мы будем говорить о Маргарите Кирилловне Морозовой, то портрет Морозовой пишет и Врубель, и Серов. А если мы будем говорить о Клобуковой, то необыкновенную красоту, которая вот жила в этой женщине, эту красоту увидела Голубкина. Я думаю и так, что вот и Маргарита Кирилловна Морозова, и Клобукова, и Тенишева — это прежде всего люди искусства и творчества. Если они не только занимались вот меценатством, Тенишева была художником по эмали, а Маргарита Кирилловна Морозова великолепно музицировала, ну а наша Зинаида Дмитриевна Клобукова была, ну, во всяком случае, интересным скульптором. Зинаида Дмитриевна Морозова Клобуков, именно и начав в 9 лет с ученика-приказчика, уже в зрелом возрасте был главой одной из самых крупных фирм, имевший оборот 100 тысяч рублей. Много это или мало? Ну, для сравнения, скажем, что купец второй гильдии Ухов, торговавший хозяйственными товарами, имел оборот около 12 тысяч, а чистой прибыли всего около 700 рублей в год. То есть, оборот купца второй гильдии, для сравнения такого же практически купца второй гильдии, был в 10 раз меньше. Ну, Павел Петрович, конечно, не был тем человеком, о котором мы могли бы сказать, акула капитализма там, или вятский скрудж, скорее наоборот. Наоборот, бизнес логически был связан с тем, что человек заботился о том, чтобы его память сохранялась, память, вернее, о нем сохранялась долгие-долгие годы. И чем богаче был вятский предприниматель, вятский купец, тем более он жертвовал на различные учреждения. Ну, самое известное, сохранившееся из них, это, конечно же, городское попечительство обедных. Это ныне Карла Маркса, 28. Выглядело оно несколько иначе, потому что при каждом богоугодном заведении было положено иметь домовую церковь со звонницей или колокольней. Содержалось там более ста нищих. Причем человек был, ну, не очень доверчивый, скажем, к служащим своим, и порой приходил снимать пробу с супа, с каши, чтобы все те компоненты, которые должны были быть в этой пище, там присутствовали. Кстати, с 1914 года городское попечительство обедных стало называться именем Павла Петровича Клобукова. То есть, впоследствии оно стало... И на доме табличка была? Да, была табличка на доме, и директором он был бессменным, а потом директорство перешло по наследству его сыну. И, кроме того, им же была построена и школа для слепых. То есть, вот те дети, которые рождались слепыми или становились слепыми в результате несчастного случая, поступали в этот приют и там могли научиться, ну, например, переплетать книги, вышивать и заниматься другими ремеслами. То есть, человек был уже готов к жизни и выходил не попрошайкой, не инвалидом ущербным каким-то, а все-таки уже человеком, который мог заработать в себе на жизнь своим ремеслом. Самой большой любовью Павла Петровича был цирк. И вот не случайно, что одним из первых балаганных представлений, вот в Шапито, который, кстати, находился рядом со Спасским собором, ну, старожилы города, наверное, помнят, что еще долгие-долгие годы цирк Шапито размещался именно на этом же месте. И в этом цирке давались представления, причем для слабовидящих детей, которые были в приюте Клобукова, и для стариков и старух вход был бесплатным. Еще ранее, до вот открытия Шапито, Павел Петрович открыл небольшую комнату при лавке, где показывал различных животных. Так впервые в Вятке был показан морской лев. Ну, человек был с причудами, и, например, в контракте некоторых циркачек оговаривалось, что, допустим, при развлечении купцов она обязана будет играть русалку и плавать вот в этом же бассейне вместе с морским львом. Скажите, а благотворительность, это было характерно вот для всех вятских купцов, или только, вот скажем, для Клобукова, для крупных, для самых богатых? Она была характерна для всех купцов, только вклад был, конечно же, разный. Ну, не только Павла Петровича, а вообще любого купца в городе уважали за, прежде всего, благотворительную деятельность. И вот за то, что он построил два практически благотворительных заведения, за то, что он содержал сотни людей на свой счет, он получил звание потомственного почетного гражданина. И мы должны, наверное, быть благодарны купцам за то, что они сделали для развития нашего города. Ведь не будь их, мы бы до сих пор находились в состоянии полудикости, как о нас писали еще до 1850 года. А вот купцы сумели это сломать во многом, этот стереотип вятского обывателя. Именно как цивилизованного человека стали воспринимать ветчан с этого периода. Музыка 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 Музыка